Приветствую вас. Вариантов по сути два. Первый вариант это травма, то есть серьезное потрясение в результате расставания с девочкой, которое для вас может быть многое имело значения, да, то есть, ну, которая для вас была очень важна. Вот. Это один момент. И второй момент это то, что данная ситуация вскрыла определенные ваши проблемы, определенные ваши трудности, противоречия, слабости и так далее. И сейчас, когда девочка рассталась, вы это почувствовали и все проблемы, которые у вас были, они по сути просто заявили о себе, скажем так, и все. Вот. То есть, это так, как видится в данном случае мне ваша ситуация. То есть, с одной стороны, это агрессия, да, то, что вас убивают во сне, да, то есть, бессонница, это неспокойство, то есть, вам может расслабиться. Невозможно расслабиться, это, соответственно, ощущение, что вы постоянно в опасности. Вот. Это невозможно расслабиться. А, значит, это убивают во сне, это агрессия. Агрессия это, в первую очередь, скорее всего, собственно говоря, к самому самому себе. Вот. И здесь, возможно, не отреагирование. То есть, недостаток отреагирования, недостаток телесного отреагирования данной вашей проблемы. В каком смысле, да, в каком смысле? В том смысле, что чувства есть, именно чувства, а вот отреагировать их вы не можете. То есть, нет возможности у вас отреагировать именно в такие чувства. То есть, проявить их. Вот. И, соответственно, именно из-за этого у вас и у вас нет такая ссория. С другой стороны, смерть там, где вот вам она видится, например, да, ну, в любом случае, когда человек видит смерть, когда он ее чувствует, когда он ее, например, даже боится, вот. А в этом случае, в этом смысле человек, он стремится к свободе, как правило, что это означает, что сам субъект живет в нет свободе, сам субъект живет в определенном принуждении, в определенном ограничении, вот. Вот. И тут, конечно, очень важно, очень важно, на мой взгляд, вот эти вот моменты, эти моменты понимать, да, то есть, очень важно в этих моментах отдавать себе отчет. Вот. Очень важно в этом, значит, это осознавать, очень важно это осознавать, потому что, если этого не осознавать, то могут быть серьезные трудности, могут быть серьезные трудности. Вот. Поэтому, мне кажется, что именно так вот можно ответить вам на ваш вопрос по поводу того, что вас убивают, да. А дальше, значит, паническая атака. Ну, паническая атака, это, по сути, страх, это ваше желание, так себя проявляют ваши потребности. Вот. Нарушение кратковременной памяти, это стремление забыть, потому что было в реальности это желание избежать из реальности, то есть, ну, непринятие реальности такой, какая она есть. Вот. В общем-то, данная история вполне себе часто бывает, часто происходит достаточно, вот, когда случаются какие-то вот такие неприятные истории, да, это достаточно частое явление. Вот. Значит, что еще? Разразительность. Разразительность, это, опять же, с одной стороны, отсутствие чистости в безопасности, с одной стороны, с другой стороны, это, ага, такая история, что вы хотите, вы хотите, условно говоря, одного, а вам, условно говоря, подсовывают совсем другого, то есть, то, чего вы, ну, возможно, не хотите совсем. Ну, вот, передразительность, передразительность здесь, она связана именно с этим аспектом, что это, как бы, такое, знаете, ожидание, что вот я так хочу одного, да, а мне там подходит что-то другого, я, например, жду звонка любимой, да, что она ко мне вернется, а мне там звонит там, допустим, всего лишь друг, или там, всего лишь родственник, как, какой-то и так далее. Вот, именно вот отсюда берется разразительность, отсюда ее природа, раздражительность, раздражительность, вот, и, соответственно, именно, именно так это и работает. Что касается припаркового настроения, то это, опять же, можно списать на снижение эмоционального интеллекта, потому что, например, для вас, возможно, было бы достаточно тяжело, на данный момент, вот, и психика вас защищает тем, что снижает вам свой эмоциональный интеллект. Вот, не могу сказать, что это, прямо, хорошо для вас, но, вполне возможно, что, сейчас для вас лучшего варианта нет, особенно, если расставание произошло вот совсем-то недавно. Вот, это, для вас это, возможно, драматично, именно в силу того, что это драматично, я думаю, что не лишним было бы с вами работать, чтобы понять, почему вы так тяжело переживаете, вот, и чем для вас девочка была такой важной, да, вот, и так далее. Вот, вполне возможно, что вы чрезсюль, чрезмерно от нее значимы, ой, зависимы были, вот, и проблема здесь, собственно говоря, в этом, проблема здесь, собственно говоря, именно в этом, вот, ну, это можно корректировать, можно и нужно корректировать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, в общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...